Дорогие друзья, работаем с Владом. Вы знаете, Влад, я вижу, что вы очень серьезно и скрупулезно подошли к заданию. И очень тщательно подбирали слова. Это правильно. Ну, я вам так скажу. Если у вас есть знания, значит вы серьезно очень отнесли к заданию, и я серьезно на легкое что-то не рассчитывайте. Это я сразу скажу. То есть для вас будет уровень сразу довольно сложный. Итак, давайте проанализируем. Во-первых, в документации описывают то, что минимально можно использовать кнопку класса button, какие атрибуты, это мы потом. Вот ему был Владу класс App из приложения Togo. Реальный файл. Скорее всего, Влад его видел первый раз. Но, тем не менее, давайте проанализируем. Итак, импорты. Импорты прописаны. Прекрасно. Вот здесь мы тормознем сразу. Множится импортирный класс из модуля ABS пакета Collection. Отлично. Вот так вот копируете, вставляете и находите. И сразу вам будет задание. Итак. Абстрактные базовые классы. Прежде чем дать задание, я хочу, Влад, чтобы мы у вас в голове провели ревизию. То есть задание это будет первое, но зачем оно, я сейчас покажу. Мне бы хотелось, чтобы вы навели порядок в такой вещи. Есть несколько вещей. Сразу не удивляйтесь. С огня до в поломен. Экземпляр класс функция метод. Четыре вещи. Эти вещи, я вам скажу, Влад, вы, я думаю, знаете, есть абсолютно в каждом языке программирования. Давайте мы начнем с того. Порядок изучения. Порядок изучения. Какой вы видите. Расставьте в порядке изучения. Как вы видите. И объясните, почему так сделали. Это вопрос первый. Два панк-пункта, я думаю, разберетесь. Теперь у нас вопрос второй. Переменная. Объект. Значит, вот это вопрос два. А это вопрос три. Вопрос четыре. Итак. Переменная. Что это? Влад, а здесь я уточню вопрос. Мне не надо рассказывать, что переменная это область памяти. Я думаю, вы это прекрасно знаете. Но я бы хотел услышать нечто другое о переменной. Именно вот что. Откроем ваш файл, например. Вот у нас переменная. Да? Вот у нас переменная. Все эти вещи тоже, как ни крути, являются переменными. Вот у нас тоже переменные. Вы смотрите на эту переменную. Я смотрю. И что я вижу? Иными словами, чтобы вы меня поняли. Автомобиль. Работает и троит. А вы думаете, ну, надо поменять свечу. Скорее всего, свеча. Начать с этого, да? Поменяли, там перестал троить. Вот вы смотрите на переменную. И расскажите мне такую вещь. И себе в голове наведите порядок, да? Что вам... Чем вы будете сейчас размышлять? Что вам от этой переменной? Что вы думаете? В данном случае мы пока оставим прописные истины в вашем случае. Что переменная это область памяти. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я хочу понять, чем вы будете размышлять. Вот есть переменная. Что это? Дальше вы продолжаете. Это раз. Это два. Это три. Я буду думать вот так. Использовать вот это. Потому что так. В общем-то... Поняли. Вот этот вопрос... Не, не ждите, что... Что такое объект? Это было бы слишком просто. И я не буду задавать в вашем случае этот вопрос. По одной простой причине. Нам с вами надо убедиться. Для вас объект это нечто абстрактное. Ну, сказали, например, там... В Python все объект. Ну и забыли, да? А вот когда вы будете выполнять домашнее задание, вот это все. Мне интересно, как вы будете это использовать слово. Как вы будете использовать слово. Это слово. Я бы хотел, чтобы вы при выполнении задания делали следующее. Например. Пишите. Ну, объяснение у вас идет от предыдущего. Переменная. Это объект. А в скобочках для тупого Бовсановского напишите, что вы под этим подразумеваете в данном конкретном случае. То есть, разложите мне объект этот. Я добиваюсь того, чтобы объект не был для вас мертвым. Чтобы я и вы и программисты, которые вас окружают, при произношении ключевого слова объект, четко понимали, о чем идет речь. Где его можно сказать, где нельзя сказать. Где будет правильно его произнести. И что под этим подразумевается. Какие операции это потом можно делать. Чего-то здесь не хватает. Ссылка на объект. А это вообще у меня вопрос. Думайте, что это. Вы, наверное, заметили, что чего-то не хватает. Абсолютно верно. Две, два понятия я сюда вообще не включал. Ну, намеренно. Я надеюсь, что я каким-то образом их увижу. Вы можете открыть абсолютно любую документацию, любой учебник. Там эти понятия есть. Да? Есть две вещи, два понятия еще, которые я не включил. Гадать не надо, на этом построен весь язык. Поэтому раз и два. Ими можно оперировать. И чтобы была подсказка вам ясная и не было это с каких-то ходалок, так, эту страницу я оставляю открытой. Вот если открыть абсолютно любую документацию, любого языка программирования, это то, что я оставил, оно будет идти всегда где-то в начале. Всегда будет идти где-то в начале. И я не из-за того, чтобы вы гадали. Мне просто хочется понять, чтобы вы осознаете для себя, что у вас будет служить связывающим материалом. То есть, вот к этим понятиям мы должны прийти. В большинстве курсов, как правило, идут от этих понятий. Ну, в общем-то, загадка. Ну, такой я вот дурной. Считайте, как хотите. Можете матом ругаться, можете как. Но мне интересно. Вам тоже. Вот, такое интересное задание. Я еще такое задание не давал, но меня немножко порадовало ваше описание, если честно сказать. Поэтому начал я вот с таких вот основополагающих вещей для вас. У меня есть подозрение, что вы работаете программистом. Ну, да ладно, это не мое дело, на самом деле. Скорее всего, решили просто, как говорится, подточить знания. Да, они у вас есть, я вижу. Ну, все, читаем дальше. Вот здесь у меня интересует вот эта вот коллекция, да? Коллекция. И, в принципе, сбитое понятие по моим урокам. Матэйбл, матэйбл сет. Вы его здесь найдете. Здесь оно вот использовано. Строка 118 у вас, да, в файле. Матэйбл сет. Сет. И вот, что я бы хотел сказать. Мы будем не сет брать, а вот этот вот именно класс, потому что он есть. Я посмотрел ваше задание. То, как, что происходит с, значит, с объектами вообще, есть определенное описание. Учитывая, что вы это видели, возможно, первый раз, меня сейчас интересует набор ваших знаний по дизайну. Так вот. И вам интересно будет. Вы наберите в интернет Solid. Это C++. Найдете, да? Меня интересует пункт первый. Единая ответственность. Здесь у нас есть класс Матэйбл сет. Здесь есть методы определенные. Заложена ли здесь единая ответственность? Зачем я задаю этот вопрос? Мне важно понять, а вам это важно знать. Когда вы читаете или пишете класс, я вижу, что в задании вы это упустили. Ну, понятно, что я не ставил конкретный вопрос, но оно должно быть внутри вас. То есть, как у вас идет чтение класса. По элементам вы разобрали. А вот, в общем взглядом, да, не посмотрели. Поэтому вот этот вот Матэйбл сет Solid. И меня интересует только первый пункт. Все остальные потом подтянутся. Поверьте мне, это 100%. Ой. Solid. Единая ответственность. Тейпл сет. Вот этот именно. Он есть там, есть на что посмотреть. Поехали дальше. По сути дела, это продолжение первого задания, да, только более глубоко. Чтоб вы вообще в себе разобрались. Чего-то общего здесь, что надо найти, проще будет. Так, дальше я вас мучить пока не буду. И так много работы. Функция. Правильно. Вот мне один момент очень понравился. Я скажу, что интересный момент. Вызов функции с передачей неименованного параметра в CTR и именованного параметра класса. Я так понимаю, в документации вы бывали, да? Эти строки сейчас уже, я думаю, даже убраны. Молодёжь пришла в Пайтон, когда ушёл Гвидово Мросун. Именно он чётко определял, что есть именованный, а когда давал определение позиционного параметра, он всегда выделял. В первую очередь это не именованный. Так вот, мне вот эти вещи очень понравились. Почему? Потому что говорит о том, что вы разбирались. разбирались, да? В языке неплохо. То, что первично вы описали, Влад, это неплохо. Картину принципиальную, да? Я вижу, то ли не обратили внимания, то ли просто не взяли пока, то ли не видите, да? Трудно, конечно, трудно. Трудно сразу вот так Ладно. Давайте-ка мы посмотрим теперь по баттам. Хотел бы сейчас заострить ваше внимание на одной вещи Togo Handlers. Давайте-ка мы посмотрим эту вещь. Посмотрим мы следующим образом. Откроем Togo и найдем вот этот файл. Сначала я хочу обратить внимание. Мы видим Handlers Togo. Если мы откроем Django, библиотеку Того тоже увидим это. Я думаю, по-моему, тут. Тоже. Если мы, например, откроем библиотеку PyTorch то там немножко изменено, но тоже будет это обработчики. Просто это вам на заметку. Это если взять Django, если взять Togo, Togo написал Russell Kate Magi, то есть один из ведущих разработчиков Django. Он видоизменил, но сделал обработчик. Иными словами, получается код простой. В одном маленьком файле он задал вообще как что обрабатывать. Широчайшие возможности. Но обработчики мы сейчас пока оставим. Это просто я вам дал для информации, что очень интересный стиль кода вот этот профессиональный при помощи обработчика. Django просто немножко сложнее. Там есть слой Mildware. Потом видел я Fast API. Fast API это чисто с Django взятая идея. Fast API по-моему, да. просто я показываю насколько насколько эта идея она прижилась. здесь мы видим Mildware это чистая технология Django очень удобная. Кстати ребят кто собирается у меня парень спрашивал там это я отвлекусь извини Влад хотел там приложение по камерам написать так вот это и есть тот способ Mildware чтобы написать когда нам надо чтобы что-то происходило событие промежуточный слой работает он принципиально просто вот сайт вот страница вот сайт открывается пока сайт открывается Mildware уже отработал он проверил что у нас значится запрос ответ сервера проверил правильность кода в общем все что нам надо проверил вывел статику все правильно иными словами я не смотрел только недавно парень один занимается этой библиотекой поэтому дальше лезть не буду ладненько теперь у меня к вам вопрос по первому взгляду что вы здесь видите вы можете мне просто вот объемно рассказать вот вы посмотрели файл в чем же здесь суть суть вот вот посмотрели прокрутили да и сказали вот здесь это работает следующим образом принципиально да как программист рассказали мне потому что в принципе это и есть сердце тока и для вас как для программиста прекрасная подсказка как не писать кучу функций а при написании своего приложения написать некий один обработчик при этом с неограниченным возможностям вот этот маленький код он имеет неограниченные возможности вроде бы как просто а просто почему потому что это код высшего пилотажа такие люди как Russell Kate Magi именно у них все вот тютелька в тютельку поэтому отсюда и надо учиться так вот вот я и задал свой вопрос в принципе в чем же там суть а зачем я этот вопрос задал вот здесь тоже я увидел у вас немножко упущения да пока то есть возможно за этим вы пришли ко мне вот смотрите на сегодняшний день если мы посмотрим описание вашего кода оно не нулевое оно прекрасное я понимаю что я четко не указал что писать но такая моя задумка с другой стороны с другой стороны я не увидел Влад ничего чтобы меня натолкнул на мысль а как же мне писать из этого свой код я понимаю возможно вы даже будете возмущаться да пожалуйста это можно возмущаться но меня сейчас вот наш с вами направление заключается в том что нам надо сделать две вещи зачем мы все с вами вот этого затеяли да есть документация да мы следующую уже следующее да задание будет под окон ну че там будем разбираться что вы там видите что надо видеть ну все там есть документация есть исходный код ну не секрет что документация пишет на основании исходного кода и как правило в большинстве своем и примеры пишут для документации вот если мы войдем там в тога откроем ну например вот открываем тога туториал открываем ну вот берем там самое простое первое там приложение и вполне понятно что весь этот код написан в документации исходя из сходного кода так наша с вами работа в принципе должна заключаться в том чтобы мы могли соединить в голове документации исходный код и принять решение да а как же мы можем код писать потому что на данный момент вот я вы этого не знаете а я эту библиотеку давно за ней наблюдаю то есть стиль меняется у Рассел Кейта Маги тогда одно придумал сейчас другое при этом из одного и того же кода так это я для себя помечу один момент я сейчас уточню чего мне не хватило и я так понимаю за этим вы и пришли смотрите вы описали баттон вот в одних моментах вот очень интересно вот смотрим да вызов функции инициализации для родителя класса то есть вы отдавали себе отчет и именно сделали упор на это это я очень прекрасно увидел да подобрали я сказал подобрали очень верно слова инициализации да правильно то есть присвоение объекта вот помните я вам задал вопрос только что да чтобы мы разобрались присвоение объекта вот как я вам говорил дальше у меня вот здесь допустим возник вопрос присвоение объекта класса батон а под объектом мы чего тут подразумеваем либо Влад здесь все очень просто здесь два варианта процентов 98 программистов просто подразумевают слово объект которое не несет абсолютно никакого смысла и здесь у большинства программистов есть обычное объяснение в Python все объект на этом мы все забыли и хрен и вот что знает мы не знаем что это а вы старались я вижу очень старались да очень четко подобрали слова которые соответствуют смыслу но у меня вопрос объект для вас это слово или чего что это за понятие потому что здесь очень интересным образом появляется интересное слово присвоение объекта класса button атрибуту объекта текущего класса прекрасно выражение само по себе прекрасное при объяснении допустим Бовсуновскому я все понял хорошо вы работаете рядом с вами работает программист мы берем вот это совершенно простое довольно профессиональное объяснение у меня за кадром остается понимает ли Влад что он пишет и понимает ли программист который читает комментарии Влада о чем пишет Влад ну чтобы было примерно так Влад завтра идем на рыбалку на рыбалку берем манку ну то есть все Владу совершенно понятно что идем скорее всего там на платву на карася или там а если еще уточнить как атрибут едем там на белое на озеро ну все вполне понятно значит едем там на платву я возьму еще там бла-бла-бла например Парыша поняли да смысл вот вот это написано прекрасно но у меня возникает вопрос я же сказал не зря и требования высокие да к вам будут сразу сказал если вам я вижу что вам интересно меня интересует контекст вот этих вот слов смотрите присвоение объекта класса баттон прекрасно вот это слово у меня возникает вопрос что мы понимаем под объектом атрибуту объекта текущего класса прекрасное объяснение атрибуту что это атрибут а вместе получается два слова уже да атрибут объект и здесь у меня опять мы возвращаемся вот к этому заданию да я не зря его он задал то есть оно как раз встраивается вот в эту вещь я ведь ходил думал несколько дней вот что здесь мне не хватило и здесь получается атрибут и объект да то есть от чего мы здесь подразумеваем интересно в общем то выпадает довольно много со всего да пока дальше не буду что сказать насчет рекомендации вы оплатили индивидуальное обучение это прекрасно я рекомендую чтобы у вас был доступ к школе если есть возможность то лучше купить на странице DevHackers да вы можете заниматься и просто по индивидуальному но вам не будет хватать информации здесь есть когда у вас будет доступ к урокам там посмотрели там Django посмотрели доступ к группе доступ к DevHackers к проектам тем же подумали да открыли и подумали действительно все ли у меня в порядке там разобрались с работой программиста разработ ой заплетаю сейчас язык значит разобрались с работой программиста разобрались с определением функции разобрались то есть поработали узко да чтобы быть в процессе ну это как вам угодно это я просто говорю что надо желательно быть в школе почему потому что быть в процессе те же ребята если посмотреть ту же группу да набрать того же Диму слайд торнадо который пишет уже сейчас на шести или семи языках посмотреть что интересно да вот интересно то что он всегда добивался четкого определения вот то что я от вас сейчас добиваюсь да четко что передо мной за объект ходил в Си плюс плюс куда куда говорил и туда и шел пока не докопается и посмотрев допустим почитал можно понять как он делал почему он пишет того же Михаила как он скрупулезно то есть ребята здесь пишут интересные вещи плюс на гитхаб конечно надо заниматься гитом если вы допустим у вас есть доступ и вы свои работы можете как делали другие ребята тренироваться да по урокам создать сейчас я Катя например работала с колбеками да есть что посмотреть атрибуты например да то есть есть что покопаться тогда проще было посмотреть работы ребят посмотреть что они делают то есть быть в процессе так вы со стороны потому что вопросы я задал вам сложные это правда но принципы все сводится к тому чтобы понять да у нас есть документация и исходный код из этого нам надо принять решение как писать свой код при этом при этом я оставил сейчас за кадром вопросы что такое работа программиста на потом это лучше читать здесь и здесь думать в проекте DevHackers кроме этого про DevHackers вы можете почитать зачем мне это то есть почитайте посмотрите школа очень отличается от других школ здесь человек занимается тем вот он достигает того чего он хочет я даю рекомендации какие в первую очередь то что относится к любым языкам программирования по сути дела если человек начинает писать уверенно на одном на втором языке то на третьем четвертом пятом он также будет писать я имею ввиду сейчас си подобные языки коими являются все современные в основном языки программирования и как видите у меня возникло море вопросов поэтому конечно рекомендация моя не просто слова не напрасно что будет легче если быть в школе да если решили допустим заниматься если решили там попробовать да оплатили индивидуально понравится не понравится но сразу говорю льстить я не умею и не буду а то что есть буду говорить да то чтобы вы росли ну в принципе пока у меня все сделайте присылайте а уже из следующего шага будем будет видно что делать дальше вы пожалуйста когда будете прорабатывать возьмите лист бумаги или ручку или как вам удобно на клаве наберите но все вопросы которые я задал вы себе очертите кроме этого да чтобы вы попытались нам сейчас надо вот в это все собрать в голове как-то в единое целое но пока все кто не знает spb-tut.ru ребят это пару слов для новых индивидуальное можно купить обучение и разобраться начать писать уверенно спасибо за доверие спасибо спасибо Продолжение следует...